Добрый день! Сегодня 11 сентября 2023 года. Я начинаю ролик, который будет называться уже традиционно покупки подарки этого месяца. Сентябрь прошел. Неужели мы ничего не купили? А, нет, купили. Купили, купили. Я сейчас здесь поставлю и досниму. Ларри купил вентилятор мне на улицу, потому как я там заседаю достаточно долго. И вот он решил меня побаловать. Это наш подарок. У нас здесь стоял уже вентилятор, но он работал очень медленно на одной только скорости. А я здесь, когда сижу, и сетки-то у нас еще пока нет, мне нужна скорость побольше с тем, чтобы меня никто не кусал. Потому как вот они имеют такое свойство меня всяко-разно кусать. И вот тут Ларри мне все это дело установил. И теперь я здесь в полной безопасности наслаждаюсь не только утром, но и вечером. Мне надо, чтобы я получила радость от своей жизни. Так наша жизнь устроена. Здесь я немножечко поменяла. Тут ничего из нового нет. Просто Ларри поставил еще один крючок, и я и лампу сюда тоже свою установила. Я хотела вам зажечь и показать, как она меня вечером радует, потому что огонь здесь есть. Вот в этом, безусловно, он есть, но я его как-то не очень залюбила. Мне не нужно много света вечером. Вот эту лампу у меня на столе стояла, а теперь я ее вот сюда повесила. И у меня такая замечательная атмосфера вечером. А скоро, когда вечера будут попрохладнее, я буду вот здесь вот огонечек зажигать, и я вам тоже все сниму. Вот такая у нас тут красота. Божечки мои, спасибо за мое счастливое настоящее. Живу в раю. Это я попаловать нас двоих. Вот здесь по картинке непонятно, но когда я показывала дом, еще в самый первый день, когда мы только еще делали заявку на этот дом, сможем ли мы его купить, предложение offer по-нашему, я вам показывала, что рядом с домиком там грибочки стоят. Они фарфоровые. А я решила, что я эти фарфоровые добавлю огонечками. Вот это вот то, что мы будем присоединять. А грибочки у нас вот такие будут. Они пластмассовые. Наверное, выгорят. Но я посмотрю, я взяла один набор. Вот так они будут как-то устанавливаться. То есть это у нас будет не от электричества, а от солнечного света. Они у нас и желтенькие, и красненькие. Их восемь штук. Всех по два. Я их установлю, когда и закончу этот ролик с тем, что смотрите, какую красоту я сделала. Хотя вот такая красота у нас была. Я бы сама не догадалась покупать грибочки, но когда я их увидела возле дома, они мне понравились. Нет-нет, надо мне примерно добавить. Но нам сначала надо купить там шлак и чуточку добавить камешков, потому как то место, где я хочу их расположить под деревом, там надо доработать. Ну вот так у нас получилось. Не совсем то, что хотелось бы. Ну раз уже купила, пусть они пока какое-то время посверкают. А на следующий год я, конечно, их, может быть, заменю на что-то получше, а может быть, вообще просто удалю. Не понравилось, что сверкает, но все равно что-то сверкает. И вторую покупочку хочу вам показать. Вот такая новая продукция появилась в Юсане. Я вам говорила о том, что каждый август они проводят конференцию международную по поводу своего дня рождения. Фирма была основана в 92-м году, стало быть им 31 год. И они каждый раз готовят к своему юбилею какую-то новую продукцию. И вот они выпустили нечто для того, чтобы в течение дня у вас была энергия, а ночью вы спали хорошо. С энергией, слава богу, у меня почти всегда замечательно, кроме вот тех дней, когда я очухивалась, почти очухалась от болезни. Я была слабая-слабая, хотя иногда усталость так непонятно, откуда нагрянет, что называется. Попробую эту продукцию, потом вам расскажу. А может быть, может быть, я ее буду брать на регулярной основе. Здесь на 28 дней вот такие пакетики. Это для дня, это для ночи, чтобы хорошо спать. Попробую. Вот, то есть я очень люблю эту компанию. Я ее всем рекомендую для того, чтобы эту продукцию употреблять. И недавно я разговаривала с девочкой, я приглашаю ее в свой новый бизнес. Она говорит, а почему вы отказались от предыдущего? То есть от ее санны. Нет, не отказалась и не откажусь. Потому что на своем собственном опыте, в те времена, когда усталость была моей ближайшей подругой, навязчивой очень, от которой я не могла отвязаться, до юсанны. Юсаночка, я сказала, извините, вы нам больше не нужны. И с тех пор я вот, извините, почти 19 лет прожила без этого чувства усталости. Я, конечно, от них никуда не уйду. А эту продукцию попробую и через недельку на стриме вам расскажу, стоит ли ее брать, не стоит ли ее брать, как я лично чувствую. Хотя даже по базовым витаминам я хочу сказать, что каждый чувствует по-разному. То есть я это почувствовала исключительно потому, что у меня такая проблема была. У меня была щитовидка, я из-за этого из России уехала, потому что сил там не было работать. И я выпивала до восьми кружек кофе с пяти до восьми вечера, когда у меня мое брачное агентство было открыто. И это, конечно, называется уграбление себя только. И сюда я приезжала, зная, что я работать не буду. А вот с юсаночкой я не просто захотела работать, я даже работала в казино и работала ночами. И рядом с молодыми мальчиками я выдерживала это все значительно легче. Потому что как раз на тот момент они еще и придумали энерджидринк. Я про него уже рассказывала, я просто поставлю ссылочку внизу, кто заинтересуется. Пройдите. На сегодняшний день я заказываю сразу три упаковки в баночках, потому что транспортировка достаточно дорогая. И три дешевле получается покупать, чем одну или две. И беру в порошочках, потому что мы в банках любим лучше, потому что но вкус великолепный. И Лэри поначалу боялся, потому что, но у него есть такое, что если выпью энерджидринк, то вечером не уснул, в ночь не уснул. А это уже распробовал. И когда мы едем в дальнюю дорогу, или когда мы можем где-то устать, мы с собой эту баночку берем, выпиваем одну на двоих. Поэтому нам третьих упаковки, в которых по 12 баночек, нам хватает на очень долго. Надо ее принести. Вот она красавица. Мы ее любим, любим, любим. Она называется Рев-3, потому что это была третья революция, которую совершила USANA Health Sciences компания. То есть первое, они создали витамины, которые на самом деле работают. Второе, они создали косметику, которая на самом деле работает. И мы с вами вот разговаривали, что я уже в 47 лет имела вот большущую морщину, а до 58 лет я пробыла в хорошем состоянии просто потому, что вот поддержка витаминная изнутри и снаружи, вот такая шикарная уходовая линия. Они сделали свою работу. А вот это была третья. То есть это тот энергетический напиток, который не разрушает ваше здоровье. То есть тут не просто витамины и кофеин, а здесь вот корешки все добавлены, которые нам дают не очень бурную энергию, но продолжительное время, когда вы чувствуете себя хорошо. И нет вот такого, как у всех энергидринков, когда у вас сначала энергия взмывает, а потом падает ниже того уровня, в который вы пришли. И помимо вот этой вкуснятины, у них есть еще вот такие порошки. Они по составу похожи, делают ту же самую работу, но вкус нам нравится больше. Поэтому, когда мы знаем, что мы можем воспользоваться, мы с собой кладем вот эту. А это у меня всегда лежит в сумочке на всякие пожарные, потому что я не всегда знаю, что будет в течение этого дня. А возраст у меня уже солидный. И я не люблю вот это состояние усталости. Видимо, я им так присытилась тогда, когда у меня щитовидка буйствовала, несмотря на то, что я те же самые лекарства принимала и тогда, и сейчас на фоне юсаны. Но я не люблю быть уставшей. Я выпиваю вот этот порошок, я тоже делю на два раза, ну, примерно на глазок, потому что он рассчитан на 16 унций. Это пол-литра. Я столько и не выпью, поэтому я на стаканчик развожу половиночку. Говорят, что оно похоже на чай с лимоном. Я люблю отдельно чай с лимоном и с медом, поэтому я не могу сказать, что это одно и то же. Но работает великолепно. То есть, если вы про это не слышали, то я еще раз про это напоминаю. И ссылочки про полный ролик, где я рассказываю, что и как оно работает, и какие там компоненты, я поставлю в описании этого ролика. В заключение сегодняшнего выпуска о покупках я хочу показать стейк томагавк. Ну, что бы его показывать-то? Стейки каждую неделю едят в Америке. У нас обязательное правило. Раз в неделю рыбка, раз в неделю стейк. Причем стейки мы теперь практически никогда не заказываем в ресторане, потому что Лэри умеет это делать очень хорошо. Но я решила все-таки показать, потому что... Вот Лэри его тут жарит. Вот такая неземная красота. Мы жарим один на двоих. И я хочу сказать, что впервые такой стейк я попробовала прошлой зимой во Флориде. Ребенок заранее обычно смотрит, даже не тут никуда мы поедем. В какие рестораны мы пойдем? И она нашла чьи-то отзывы, что обязательно сходите вот в такой ресторан. Он отличается невысокой ценой и вот такой оригинальной едой. Вот на такой большой кости у вас шикарный кусок мяса. И они очень его вкусно готовят. По-моему, ребенок пыталась вспомнить, не то 50, не то 55 долларов мы заплатили за этот стейк. Плюс к нему добавлялся там и салатик, и супик, и еще что-то. Мы на двоих все это поделили. То есть было даром сходить. А в прошлую субботу мы приходим сюда на наш семейный ужин. И они нам говорят, что вчера они такой стейк дома ели. И продают их сейчас в каско. Мы срочно поскакали, купили этих томогавков. Причем в наборе их там две штуки. И цена, по-моему, 34 или 35 долларов мы заодно заплатили. Но в связи с тем, что у меня вот такой раз замечательный повар дома есть, то и приготовил он очень вкусно. Я рекомендую заскочить в Костка и посмотреть, если они в наличии. Потому что я их впервые встречаю в Костка. Совсем недавно, прям целых два месяца продавали Тибоун стейки. То есть стейки, в которых косточка с буквой Ти внутри. Они тоже очень вкусные, знаменитые стейки. Но они там бывают не всегда. А там они были вот два месяца подряд. Мы дважды их покупали. Сейчас есть вот это. Если вы что-то найдете оригинальное, то пишите прямо под этим или под любым роликом, что Галя уже не поленись заедет до каско. Там появилась такая-то и такая-то продукция. От нас они теперь полчаса в обе стороны. И мы уездить будем, ну, раз в месяц. Хотя и отсюда, от нас были минут 25. Одну очередь, да точно 30. Куда бы ни поехала. То есть я сейчас уже привыкла к тому, что все у нас рядышком. И поэтому кажется, что полчаса до Костка далековано. Хотя первоначальный опыт ближайшего места, про которое Лэри сказал. Ой, мы поехали к мяснику. Это тут рядышком, буквально за углом. А я посмотрела, во сколько мы выехали. Оказалось, что да, за углом бучера было 36 минут. То есть надо мне про это помнить. И с удовольствием ездить туда не один раз в месяц, а значительно чаще. Потому что обычно я там что-то найду купить. И там мы всегда покупаем авокадо. Вот авокадо есть везде. Но именно в Костка такой авокадо, что оно может лишать 2-3 недели и не чернеет. Что очень здорово. А с вами была Галина Смит. Всего доброго. Пока-пока. Наслаждайтесь каждой минутой своей жизни.